Красноярских учеников в этом году будут кормить по-новому, в чем новшество и какие изменения в школьное питание внес коронавирус. Об этом в одной из красноярских школ рассказали главе города. С учетом того, что здесь сделано, у нас в принципе хватает всего, хватает места. Директору 45-й школы от мэра скрывать нечего. За три года пищеблок полностью преобразился. Именно с него начинается небольшая экскурсия по школе, ведь в следующем году школьное питание будет работать немного по-другому. И первая примета этих перемен сразу бросается в глаза. Половина стульев в школьной столовой словно бы перечеркнуты красной лентой. Дети будут сидеть за столами по одному. За один раз пообедать смогут чуть больше ста человек. В 45-й школе, где учеников под тысячу, нашли время для обеденного перерыва каждому. Количество посадочных мест было в прошлом году в районе 150. Если при хорошей эпидемиологической обстановке в этом году, это уже больше, наверное, 210. Ну и учитывая, что это половинка деток, ну точно такая же рассадка у нас есть. Разное время перемен даёт нам возможность кормить всех деток теми группами, которые позволяют санитарные правила. В этом году следить за качеством школьных обедов будет новая организация – муниципальное автономное учреждение «Центр питания». Оно пришло на смену комбинату школьного питания, который сейчас в предбанкротном состоянии. В отличие от своего предшественника, «Центр питания» будет выполнять больше функции контролёра, а не гигантской кухни для образовательных заведений. Сейчас будет «Центр питания» заниматься как раз проведением всех конкурсных процедур, но самое главное – заниматься контролем качества тех продуктов, которые поступают у нас в школу. Поэтому это наша главная приоритетная задача. Мы к ней будем так или иначе, легко это или тяжело стремиться. Горячий школьный завтрак в этом году обойдётся в 53 рубля, а горячий обед в 79 с половиной. Но для учеников начальных классов питание в школьной столовой теперь бесплатное. Таков указ президента.